Сохрани свое здоровье. Под таким названием подходит к завершению проект Центра медико-социальной защиты благотворительного фонда «Металлург», который был реализован за счет субсидий Министерства социальных отношений Челябинской области. На эти средства в Центре приобрели мебель, медицинские аппараты, спортинвентарь, медикаменты, а также организовали прием врача-кардиолога. С участниками и инициаторами проекта встретилась наша съемочная группа. Лариса Ивановна Вязова почти 30 лет отработала на металлургическом комбинате. С выходом на пенсию стала больше внимания уделять своему здоровью. Она с удовольствием посещает Центр медико-социальной защиты и благодарит сотрудников за реализацию очередного проекта. Здесь отношение к пенсионерам, что такое, как будто бы мы все их родственники. Повезло, что в это время на этот проект попало «Сохрани свое здоровье». Благодаря сотрудникам и кардиологам мы сохраним свое здоровье. Лариса Ивановна, как и десятки других пожилых людей, стала участницей проекта «Сохрани свое здоровье». Это очередная инициатива сотрудников Центра, направленная на оздоровление своих посетителей. Наш Центр стал победителем в этом году субсидий Министерства социальных отношений Челябинской области с программой «Сохрани свое здоровье». Это программа оздоровления пенсионеров с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря проекту в Центре закупили мягкие диваны, новый физиоаппарат, необходимые медикаменты, спортинвентарь для занятий ИЛФК. Сумма субсидий составила более 400 тысяч рублей. А еще для пожилых людей организовали консультации с врачом-кардиологом. Прием ведет Екатерина Койзина. Опытный специалист внимательно выслушает жалобы пациентов, проведет обследование и при необходимости назначит лечение. Нет, наверное, ни одного пожилого пациента, скажем так, у кого бы не было какого-либо сердечно-сосудистого заболевания. И вот чтобы сохранить им длительное время качество жизни, чтобы они чувствовали себя здоровыми, продолжали быть активными именно пенсионерами, и не те, которые дома вынуждены сидеть из-за заболевания. Вот и проводятся такие, скажем, мероприятия. Пять месяцев, пять заездов. За время реализации проекта в нем приняли участие 60 человек. У многих из них видны результаты, говорят сотрудники центра. Впрочем, жизнь пенсионеров одним проектом не ограничивается. В Центре они не только поправляют свое здоровье, но и учатся его беречь. Посещают занятия Народного университета здоровья, занимаются спортом, ходят на концерты и общаются друг с другом за чашкой чая. Мы приглашаем всех пенсионеров комбината именно на пройти оздоровление в нашем центре на бесплатной основе. Записаться в Центр можно по телефону 35 56 44. Ольга Аникина, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН.